Каждому родителю важно, чтобы ребенок был счастливым, чтобы он нашел в себя свое место под солнцем. Счастье, как говорит Толстой, оно у всех одно. Это несчастье разное. To be back to nature. Назад к истокам. Да? А у истоков стоит мама. И мамино состояние, эмоциональное состояние. И насколько мама и ее сила материнская, безусловно, любви, способны творить чудеса. Мы не Америка, где инклюзия очень социально легко и гибко адаптируется, где есть кондоминимумы, сообщества, консорциумы и так далее, и так далее. Их общество принимает. Наше общество в этом плане жестокое. Государство не способно обеспечить таким детям начинать максимальную интервенцию, максимальное вмешательство в раннем возрасте, когда мозг абсолютно пластичен. А это возраст до трех лет. Мы стимулируем мозг посредством волн. Это звуковые волны, это прям квантовая физика, это научный подход. Самое главное – это перепад частот, волн, которые создают новые движения в нейронах и создают новые сети. Чтобы мама была в ресурсе, нужно, чтобы ее поддерживающая среда дала ей этот ресурс. Женщина не напитывается, просто выходя и поднимая руки к небу. Нет, женщину напитывает другая женщина. Это теория, которая говорит о том, что человеку нужен человек всегда. Да, это работа с телом, да, и здесь вам нет равных. Что такое соническое перерождение? Что такое голос мамы? Маме плохо от того, что он у нее есть, что он причина ее такого состояния. И тогда голос мамы может полностью эти файлы бракованные вытащить из мозга и снова их залить чистым светом материнской любви. Я сразу же родителей приглашаю, говорю родителей, вам нужна Светлана Толуспаева. После сонического перерождения моих детей они в тот же день подрались. Сейчас наш Минздрав нас тапками закидает. Но мы это скажем. У нас пропала речь. Он перестал разговаривать вообще. Вы чудом прошли мимо аутичности. Кому выгодно, чтобы вот такие кристальные дети сегодня были аутистами? Если мы возьмем и посмотрим даже тело, психику, на диагностике сравним мозги подростка, который занимается брейком и того, который занимается танцами народов мира, это совершенно вот так, up, down and up. Ваши постановки. Я помню, как мы там все плакали на постановке легенды казахской степи. Это же просто у всех людей мурашки по коже шли. Вы делаете неимоверную миссию, выполняете, благодаря которой очень много родителей приходят к осознанности. Дорогие друзья, сегодня у нас очередное интервью с легендой. И сегодня у нас в гостях легендарная личность, технический переводчик английского языка, аудиопсихофонолог, кризисный психолог, томатист-терапевт и просто замечательная подруга. Сегодня я хочу представить вам легендарную Светлану Толу-Спаеву. Да-да, бурные аплодисменты. Моя вы золотая. Дорогая Светлана, сегодня я так рада видеть вас на интервью. Наконец-то две busy-busy women встретились. И сегодня, наконец-то, мы раскроем все темы, которые много-много лет хотели осветить. Для осознанных родителей, для тех людей, которые ищут для своих детей самое нужное, самое главное и самое полезное. И, конечно же, каждый родитель хочет видеть своего ребенка в будущем конкурентно способным, успешным, здоровым, счастливым. И мы, как два специалиста, с вами можем помочь нашим родителям реализовать это в ближайшем же будущем. Уже с малых самых лет. А вы так вообще еще с утробы. То есть вы работаете с беременными мамами. Насколько я знаю о томате с терапией, насколько я знаю о его результатах, не понаслышке. Именно сама проходила курс у вас, и все мои дети прошли. Чему я безмерно благодарна. Каждый раз благодарю вас, моя дорогая Светланочка. Потому что, на самом деле, вы открыли очень на многое мои глаза. И, занимаясь хореографией, вот уже 12 лет на МАДУ, я, работая по нашей авторской запатентованной программе, никогда даже не думала, что настолько хореография развивает мозг. И, замечая по детям, видя результаты и слушая родителей с их отзывами, да, какие отзывы шикарные. Дети говорят, что когда он пошел на хореографию, стал лучше учиться в школе, появилось больше друзей, ребенок стал больше улыбаться и так далее. И, конечно, ребенок становится физически здоровым. То есть многие родители говорят, ни разу не болел. Вот два года заниматься, за два года ни разу не болел. Три года заниматься, ни разу три года не болел. Это очень радует. Но то, что узнала я от вас о мозге в хореографии, для меня это было огромным открытием. И не только для меня, наверное, для всех наших родителей, для всех, кто занимается вообще в сфере хореографии с детьми. И сегодня хотелось бы, конечно, вспомнить, в первую очередь, как мы познакомились с вами. Все не случайно, да? Как это все начиналось, да? Вообще не верю в случайности, верю в закономерности, верю в судьбу, верю в знаки, верю в то, что каждый из нас пришел к своему предназначению через определенные уроки, да, определенные события, которые для нас казались тогда очень сложными. А в результате мы понимаем, что это именно то, для чего мы пришли в этот мир, да? Это то, что нас каждое утро заставляет вставать и идти, несмотря на все преграды, да? На все нюансы наших с вами профессий. Это то, что заставляет наши глаза до сих пор гореть, да, и нести свет людям. Да, какой это год был? 16-й, конец 16-го года, да? Сентябрь 16-го года, я помню. Не раньше? Это 16-й год, да. И я помню, что вы мне позвонили, и вы мне оставили сообщение, а я перезвонила. Вы мне позвонили. Что такое, да? Или я искала, да? Да, вы привели детей. Да. Это было так, вот как я помню. Вы сначала созвонились по телефону. Вот, я помню долгий разговор, где мы заочно бились друг в друга по голосам, да? Да, я искала для детей именно что-то, связанное с хорошей хореографией. Не просто там похлопай ручками, да, потопай ножками, а что-то очень профессиональное. Я помню наш с вами разговор, он такой был долгий, да? Вы были заняты, я была занята, но мы вот так вот, как на трубке. И после этого разговора я уже поняла, что я хочу попасть. Я попала на первую репетицию, да, на первое занятие. У меня вот эта челюсть просто отвисла от уровня отношения педагога к своим детям, от того, как вы их всех построили, от владения ситуацией, от захвата голосом, контекстуальным состоянием ваших детей, обстановки учебной атмосферы. Я помню вот такое благоговение. Я думаю, неужели в нашей стране еще есть такие люди? На самом деле просто работала по наитию души, да? Просто по наитию души. Да, когда в контакте с душой, душа не врет, да, душа ведет. Долгих сколько? 12? Долгих 12 лет, да. Все гран-при, все конкурсы, да. Все это Академия танцев народов мира, да, в НОМАТ. Я безумно горжусь, что я свой маленький скромный вклад вот на наших, да, с вами встречах, на собраниях что-то да говорю, да, кому-то да доходит, скольких вы деток отправляли на диагностики, да, сколько деток смогли улучшить свою способность слышать, слушать, да, обрабатывать музыкальные ритмы, чувства такта, да. Да, да, и ваш колоссальный вклад вообще в здоровье нации. Не просто в ментальное, это физическое, это эмоциональное, духовное, ментальное здоровье нации. Все очень взаимно, Светланочка, все очень взаимно, потому что, понимая, какую вы огромную работу делаете, я все время благодарю Вселенную за нашу встречу. Встреча наша была не случайна, потому что я уже на тот момент работала 4 года с детьми и с Амадом, уже 4 года было на Амаду на тот момент, и до этого я никогда не сталкивалась с тем, чтобы в хореографии были дети, которые не попадают в музыку. Нас обычно в хореографии отбирают, то есть все это знают, отбирают по слуху сразу же, по координации. И когда мы танцевали в ансамбле, мы вообще знать не знали, что такое не попадать в музыку, то есть у нас все были четкие в этом плане. Я сталкиваюсь с тем, что многие педагоги, когда приходят, они тоже не могут сразу понять, почему дети в музыку не попадают. И когда я начала работать с детьми, а дети приходили же разные. И при всем, при том, что я отбирала деток по талантам, по одаренности, по физическим данным, вообще ресурсности, его энергетическое такое, потому что заниматься в хореографии нужен мощный ресурс такой. И я не понимала искренне, почему дети в музыку не попадают. Для меня это было вообще просто, я приходила домой, ложилась спать, и, наверное, перед сном постоянно думала о том, что почему они не попадают в музыку. Как там, почему так складывается? Вроде бы ухо у всех одинаковое, мозг у всех одинаковый. Ну, как бы, я не понимала. Для меня это действительно было непонятно. И думаю, ложишься спать, и думаю, что, о боже, ну, дай мне ответ на этот вопрос. Такая девочка классная, такой мальчик шикарный, такие талантливые дети, ну, пахари неимоверные. И в музыку не попадают. И вы знаете, вот когда вы мне позвонили, бывает же такое сразу? Ёкнула. Ёкнула, да. И мы начали с вами разговаривать, как зависли на трубке, да. Когда я вас увидела, я уже сразу поняла. Вот человек, который родной. То есть вот бывают такие родные люди, да, родные души. У меня есть такие несколько, вот немного, да, человек, но они родные. Их много не бывает. Родная душа, вот, и ценности, наверное, вот эти смыслы, ценности, да, вот этой жизни, наверное, у нас очень совпадают. И когда вы начали рассказывать о том, что есть слуховые коридоры, что музыка стимулирует мозг и так далее, да, я просто сидела как первоклассница, и для меня это было таким открытием. Я сразу же к вам направила девочку одну мою, да, красивая такая девочка была, ей было три котика, она никогда не откликалась с первого раза. И мне приходилось повышать, повышать голос, и уже когда я ее окликала по имени, она уже, она так резко поворачивалась, ну, то есть я понимала, что у нее что-то с ушками. И когда направила маму к вам на диагностику, мама с такими слезами звонила мне уже и благодарила, что она пришла к вам, с вам, потому что у ребенка было всего лишь 30% слуха. То есть ребенок на 70% был инвалид по слуху. И они, конечно же, начали заниматься уже ушами, там, операцией, не знаю, что там дальше было. И таких детей было немалое количество. И я хочу сказать, что вы сделали огромный вклад, и делайте, и продолжайте, и будете еще делать, потому что просто нет такого специалиста, на самом деле, который помогает детям не только откорректировать слух, координацию, чувство ритма, вот, да, как вы его перечислили, но и психосоматику. Психосоматику у него меняется конкретно судьба. И я вижу, те детки, которые долго ходят на хореографию, они, конечно, делают шикарные результаты. Но если там нарушены какие-то, не знаю, может быть, это механические какие-то повреждения уха, психосоматика, еще что-то там, какие-то моменты, я реально не понимаю. То есть раньше я думала, переживала. Сейчас я сразу конкретно направляю к вам, потому что я знаю, что есть такой специалист. Я сразу же родителей приглашаю, говорю, родители, вам нужна Светлана Тулспаева. Только она ответит вам на этот вопрос. Ваши диагностики творят, конечно, чудеса. Я была у вас уже три раза на диагностике, да, и четкое направление после диагностики, такой волшебный пендель, получая от Светланы Тулспаева, который говорит, туда не ходи, сюда ходи. Ну, точно. Наикоротчайший путь достижения. Утрируя. Да, наикоротчайший путь достижения своей цели и реализации своего потенциала. И вот я бесконечно благодарю вас, Светланочка, что вы есть. Светланочка, расскажите, пожалуйста, нам о своей деятельности в томатистерапии, как вы помогаете детям. С момента зачатия человека вы видите всё, что с ним происходило. И отличается ли мозг ребёнка от мозга взрослого человека? Вообще, если мы говорим про мозг, я хочу сказать, что можно бесконечно говорить про мозг. И чем больше я познаю мозг, тем я понимаю, что больше я о нём не знаю. Потому что мозг – это целая вселенная. Это настолько необъятное, необъяснимое чудо природы, чудо строения, эволюции. А человек – это высшее создание, что есть на Земле, среди всех существ живых. И я преклоняюсь перед учёными, которые всю жизнь изучали мозг, такими как Бехтерева, Лурия, Выгодский. Это мастодонты, которых очень сильно вначале признали за рубежом почему-то, только потом повернулись мы, люди постсоветского пространства. И вот всё, о чём они говорили, всё это, к сожалению, видим сейчас мы, в том, что идёт тенденция, тренд на появление, проявление очень множества особенностей в развитии детей, в развитии ментального здоровья, мыслительных процессов, то есть высших функций мозга, такие как память, логика, скорость восприятия, реакция, воображение, речь. Мы очень видим много задержек в развитии. Мы видим тенденцию на появление таких сложных состояний, как ЗПРР, аутизм, рас. Сейчас возьми каждый ЖК, и в этом ЖК будет около, если там, допустим, это многоквартирный, где живёт 700 человек, обязательно 100 и 200 деток будут в этом спектре. То есть времена очень сложные, о которых писали великие выгодские о том, что и предупреждали, что, к сожалению, с развитием городов, с урбанизацией, с развитием техники будут появляться такие сложные состояния, которые напрямую будут связаны с нашим временем провождения в этой технике. То есть по технике они имели в виду устройства, то есть 2D-устройства. Это что? Это плоские экраны, это телевизоры, это гаджеты, айпады, айфоны и тому подобное, смартфоны. И действительно, мы работаем долгих 12 лет, и вы знаете мою историю, да, история моя, на самом деле, это когда мы говорили о том, что нас судьба поворачивала к нашему предназначению, да, коснулась меня лично, когда после очередной прививки у моего среднего сына остановилось задержка, вернее, остановилось развитие, и появились все симптомы задержки психоречевого развития, да. На тот момент, в 2013 году в Казахстане никто не мог дать никакой точный ответ, что происходит, вообще, что это такое. Самое страшное, что до сих пор происходит у нас в диагностике, это когда просят родителей подождать, посмотреть, и таким образом теряют самый главный ресурс – время, да. Я благодарю свою интуицию, свое материнское сердце за то, что я не стала ждать этого времени, а собрала все средства и направила их на поездку в Америку, где сразу стала видеть такие масштабы работы с этой проблемой, и увидела, что, оказывается, это все решается, оказывается, действительно проблема такая, что ею нельзя временить. Почему-то у меня такое всегда было чувство, и оно есть, и четкое осознание того, что это необычный ребенок в плане того, что вот посланник, он пришел, он пришел, с ним случилась вот это вот, не по-быльству, а слово беда, потому что это на самом деле беда для каждой мамы, и вы, как осознанная мама, как чувственный, да, вот чувственный родитель, забили тревогу, не послушали никого, поехали в Америку, докопались до истины, до диагноза, нашли в итоге, до томатиса еще Грузия была, да, еще сколько всего у вас было, много томатиса, пока вы дошли до томатиса. И ведь благодаря тому, что именно у вас такой ребенок родился, сегодня в Астане, в Казахстане есть томатис, и стольким детям, уже я знаю, что у вас более полутора тысяч детей прошло через ваш центр. Более двух тысяч. Уже более двух тысяч, да, прошло через ваш центр, и получили такую огромную колоссальную помощь. Ведь никто не понимает из родителей, и не понимает о том, что ему придется жить со взрослым ребенком-инвалида. Пока он маленький, они на что-то надеются, да, а когда ребенок вырастет, это будет взрослый ребенок-инвалид. Они этого не понимают. Увы. И благодаря Жангиру сейчас существует, процветает центр томатистерапии во главе с вами, томатистерапевта. Я восхищаюсь Жангиру. Это ребенок, который в совершенстве говорит на английском языке, который танцует, который рисует, просто профессионально рисует, который дружит, который, не знаю, и плавает, и путешествует, ну, читает. Это такой ребенок, действительно одаренный ребенок, которому вы помогли. И сегодня он очень сильно отличается от своих сверстников. Он отличается, знаете, чем? Искренностью. В нем такая искренность, и абсолютно нету злости и двойных стандартов. То, что, к сожалению, есть в нашем обществе как норма поведения, как тренд, как стандарт, к которому мы все даже порой стремимся, да, навязывание каких-то чужих точек зрения на то, как будто они стали твоими, да, через соцсети, через непонятную музыку, через непонятный контент, через непонятных тиктокеров, через непонятных блогеров, да. Сознание затуманенное, подростки – это категория уязвимая, которые склонны к стадности, и они ищут каждое свое стадо. И негативные тренды залетают всегда быстрее позитивных. Так работает наша психика. Нам быстрее сфабриковать мысль со знака минус, чем позитив уйти. Это просто эпигенетически так. То есть страхи – это фобии, которые очень быстро прилепляются, да, сейчас в наше время ко всем. У каждого какая-то дофобия, это не просто так. А вот позитивная психология, да, помните, аутотренинг, да, то есть это залетает очень тяжело, хотя все на этом сейчас сидят, и все покупают эти курсы. Не просто так ведь, потому что люди понимают, что они доходят до какой-то черты, когда уже дальше либо клиника, либо психушка, либо антидепрессанты, либо психотропы. А подростки – это как раз-таки та категория, которой очень важно сейчас дать максимум того, что мы можем дать взрослые люди. И это прежде всего наша любовь, да, и правильные стандарты, правильные принципы поведения, это правильная этика, и это все в семье, конечно, да, в семье. Жангир – это ребенок, который очень четко чувствует несправедливость, который очень четко чувствует дискриминацию какую-то по любому поводу, и он очень четко чувствует эмпатию или неэмпатию. Это дети, сканеры. И, допустим, если вот я смотрю, они же погодки тоже, я смотрю со старшим, да, старший может как-то подстроиться, да, вот, ну, то, что, то, к чему нас, да, наша жизнь, да, как-то подводит все равно, да, то есть как-то словировать, вот это вот называется гибкое мышление, да, и резайланс, да, быть стабильным и быть одновременно сильным, а средний, вот он в этом плане, он такой принципиален, да, то есть если он видит, что это сделано не по справедливости, он будет отстаивать эту справедливость, да. Вот тут, конечно, я понимаю, что ему, возможно, ну, в каких-то моментах не так легко, но зато вот этот вот, этот хребет, да, эта хребетность, эта стержневость, это то, что я надеюсь и думаю и уверена ему завтра поможет не сходить со своего пути, вот он пошел в творчество, у него очень сильный эмоциональный интеллект, и он мечтает связать свою жизнь с творчеством, я думаю, что у него все получится. Обязательно, обязательно, удивительный ребенок, одаренный ребенок, и спасибо вам, что вы помогли ему прийти в этот мир и справиться, перебороть это все и вывести его не то что в норму, я не побоюсь этого слова, выше нормы ребенок будущего, и сейчас много таких детей, Кристаллы, я их называю Кристаллы, да, они живут по чести, совести и достоинству. Кристаллы просто так названы, названы в честь этих детей, да, это не дети Индига, это Кристаллы, которые за маской каких-то особенностей развития имеют вот такую чистую кристальную душу с одной стороны, а с другой эти грани талантов, они настолько у них много, то есть бери любой и просто вот как нераскрытую книгу, да, читай, читай, познавай и принимай. Таким образом пришла к профессии, которая вот связана с коррекционной психологией, с кризисной психологией, с коррекционной педагогикой, помогла собственному ребенку, вывела его в норму, и где очень четко проследила процессы, вот как мозг, который может находиться в гипоксии, в дефицитах, в каких-то особенностях, как он может очень быстро, следуя вот законной эволюции, прогрессировать, как он может выходить, как вообще то, что считается невозможным, все-таки оказывается, что оно будет не просто возможным, а еще с опережением своих нормотипичных сверстников по каким-то пунктам развития, да, это действительно то, что называется чудо, с этим чудом я познакомилась в Бельгии, это голос мамы, это когда что все наши травмы, как мы знаем, они из детства, да, но томатис, благодаря которому мы знаем про томатистерапию, великий ученый, профессор, отоларинголог, врач, академик, он впервые выявил в 60-е годы прошлого века о том, что все начинается не просто с детства, все начинается с утробы, с внутриутробного периода развития ребенка, и вот эта книга, его 9 месяцев в раю, она must have для каждой мамы, которая хочет, чтобы ее ребенок действительно был счастливым, а каждому родителю важно, чтобы ребенок был счастливым, чтобы он нашел в себя свое место под солнцем, чтобы он был, как вы говорите, конкурентно способным, чтобы он завтра сумел заработать хорошие деньги, обеспечить свою семью, иметь семью, позволить семье путешествовать, да, то есть у каждого человека, ведь счастье, как говорил Толстой, оно у всех одно, это несчастье разное, да, и вот это счастье, оно закладывается в внутриутробный период, да, с момента зачатия, и для меня это было настолько и гениально, и просто одновременно, да, то есть это не про стволовые какие-то клетки, не про сложные какие-то там операции, подсаживание чего-то там, да, это про то, что to be back to nature, назад к истокам, да, а у истоков стоит мама, и мамино состояние, эмоциональное состояние, и насколько мама, ее сила материнская, безусловно, любви способны творить чудеса. И да, наш центр работает с категорией особенных детей, не только с детьми, но и с мамами, потому что мы, в отличие от всех других центров, которых очень большое количество сейчас, мы за максимальную коррекцию, за коррегирование до уровня нормы, в то время как у нас, согласно стандартам, да, каких-то гособразцов и т.п. и т.д. пытаются вести инклюзию, но мы не Америка, где инклюзия очень социально легко и гибко адаптируется, где есть кондоминиумы, сообщества, консорциумы и так далее, где таких людей, да, они на инвалидности, там, да, у них есть особенности, но их общество принимает, наше общество в этом плане жестоко, и оно четко разделяет, вот ты, там, аутист, типа дебил, инвалид, а вот ты человек, который, ну, может быть в массе, в норме. И исходя из этого очень сильного, да, дискриминационного казуса, многие мамы очень сильно уходят в трагедийность, да, понимая, что и видишь, что и чувствуешь, что государство не способно обеспечить таким детям после того, как эти родители уже там состарятся, да, их какую-то достойную жизнь, правда, и поэтому задача каждого ребенка, каждого родителя для ребенка – это не терять время, а начинать максимальную интервенцию, максимальное вмешательство в раннем возрасте, когда мозг абсолютно пластичен, а это возраст до трех лет, мозг абсолютно пластичен до трех лет, да, и вот мы занимаемся в основном с категориями, когда мы можем помочь, да, мы честно говорим тем, кто приходит к нам после пяти, что, да, поезд уходит, и то, чем мы занимаемся, это стимуляция мозга, мы стимулируем мозг посредством волн, это звуковые волны, это прям квантовая физика, это научный подход, очень многие думают, что, типа, это просто музыка Моцарта, музыка Моцарта вообще имеет, ну, второй, третий, там, четвертый эффект, да, самое главное – это перепад частот, волн, которые создают новые движения в нейронах и создают новые сети. А чем больше сетей, тем больше функций. Чем больше функций, тем больше синапсов загорается, тем больше навыков, знаний, умений появляется у ребенка. Единственный большой минус томатистерапии – это ее длительность. Вот об эту длительность не каждый готов столкнуться и как-то ее пройти, да. Вот те, кто проходит от начала до конца, это такое колоссальное количество бонусов, это такие результаты, и вы тому свидетели, вот вы человек, который в жесткой дисциплине, да, вот вам сказали, вы сделали, и вы увидели эти результаты, да. А есть большая категория родителей, которые склонны начинать и бросать. Да, им не хватает веры, им не хватает поддержки, им не хватает финансов, им не хватает, прежде всего, осознанности. И вот сегодняшний разговор, я думаю, будет очень большую роль играть для повышения той самой осознанности, да, когда не просто все в руках матери, да, мама сама по себе – это огромный мир для ребенка, но чтобы мама была в ресурсе, нужно, чтобы ее поддерживающая среда дала ей этот ресурс, да. Женщина не напитывается, просто выходя и поднимая руки к небу. Нет, женщину напитывает другая женщина, да. Это создание сообществ, это создание определенных таких мест, да, вот как академия, вот какую вы работу ведете с родителями, да. Это когда родители встречаются, это тимбилдинги для родителей, да. То есть это бирюзовые корпорации. Это теория, которая говорит о том, что человеку нужен человек всегда. И у нас нет, к сожалению, никакой государственной поддержки таких мам. Они есть на уровне для галочки, и мамы это чувствуют. И даже если есть там бесплатное место, они туда не ходят, потому что понимают, что это будет просто время, потраченное впустую. И когда у нас есть шанс донести о том, что нужно создавать собственными руками такие конгломераты, такие консорциумы, такие сообщества, да, мамы потихоньку, я думаю, будут объединяться и понимать, что сила вместе всегда больше, чем поодиночке, да. И в нашем центре, да, мы работаем с особенными категориями детей. Это диагнозы. До трех лет мы можем этот диагноз, если это не сложный синдром Канера, мы можем вывести до максимальной нормы, когда ребенок может пойти в школу. Но это интегративный подход. Только один томатис никогда не работает, да. Мы всегда отправляем детей, согласно возрасту, это работа с телом, да. И здесь вам нет равных, да. То есть мы всегда говорим о том, что для мальчиков, если его физиология и кости, плотность костей позволяет, да, диагностика это показывает, мы отправляем на хоккей. Если мальчику очень важно иметь стержень, у него нет внутреннего стержня. Вот того мальчика, у которого стержень есть, и он очень чувствителен и музыкальный, мы отправляем на танцы, на уроки фортепиано, на уроки виолончели. Кому-то подходит скрипка, диагностика четко это показывает. А какому-то ребенку нужны боевые искусства, тогда мы его туда отправляем, да. Но за все это время, действительно, то есть когда мы, работая и со взрослыми, с нормотипичными, да, детьми, и видим категории мозга, всегда мозг тех детей, которые занимаются вокалом, музыкой, танцами, гораздо пластичнее, чем тех детей, которые занимаются тем же боксом или там каким-то единоборством. То есть чего нету в единоборстве того, что есть в танцах? Там нету того движения поля, которое называется двигательные кинестетические мелодии. Это когда упорядоченное движение под музыку. Вот этот феномен, да, который, благодаря которому танцоры имеют строение нейросетей, строение мозга, оно у всех одинаково, если там нет органики, да. А строение нейросетей, вот оно уникальное, оно определяет, ты homo sapiens или homo erecticus, да, то есть ты можешь просто существовать день сурка, или ты постоянно стремишься себя улучшать, да. И вот мозг танцоров, мозг пианистов, мозг тех людей, которые занимаются очень плотно музыкой, он очень близок к мозгу гения, к мозгу даже тех, кто занимается высшей математикой. Оказывается, участки мозга одни и те же задействованы. Представляете? Вы сказали «Голос мамы». Я сама проходила соническое перерождение, это называется, насколько я помню, да, автоматистерапия, и видела шикарный результат у своего ребенка. И, конечно же, вот хотелось бы, чтобы наши зрители узнали, что такое соническое перерождение, что такое голос мамы, как он работает именно в автоматистерапии. О голосе мамы я могу говорить бесконечно, потому что это тот инструмент, который прежде всего помог моему собственному сыну. Это инструмент, благодаря которому мы выводим из таких сложных состояний, о которых я говорила. Это инструмент, который является революционным открытием самого Альфреда Матисова, благодаря которому он получил множество премий в Французской академии наук и здравоохранения. Это инструмент, это вообще креатив, да, это чудо, я бы сказала, благодаря которому мы имеем возможность совершить подкорковый регрессивный трансгипноз в состоянии, которое было свойственно состоянию внутриутробного развития. То есть ребенок, если мы видим, да, а чем младше возраст ребенка, тем лучше для голоса, потому что его не нужно долго регрессировать. То есть ребенок к нам пришел, ну, допустим, в 5 лет, и мы увидели на диагностике травму, связанную с тем, что мама во втором триместре пережила потерю своих близких, да, родного человека, и она впала в депрессию. Но не принято было тогда, поскольку это была молодая семья, и там были отношения, как правило, там классика жанра, да, притирки, адаптации в другой семье, да, не принято было свои эмоции показывать, она всю боль держала в себе, да, не принято было показывать слезы там, и она нуждалась в поддержке психолога, но никто эту поддержку ей не оказал. И ребенок, тогда уже живая душа, он все это принял на свой счет. И вот он вырос и стал постоянно сомневаться в себе и бояться всех, бояться идти на коммуникацию, потому что подсознательно записался файл, да, о том, что, ну, маме плохо от того, что он у нее есть, что он причина ее такого состояния. Так работает бессознательное. Мама совершенно не имеет никаких понятий об этом, да, и сам ребенок этого не понимает, а бессознательно вот эти паттерны проявляются. И тогда голос мамы может полностью вот эти файлы бракованные вытащить из мозга и снова их залить чистым светом материнской любви. Это действительно уникальное явление, которое, без которого вообще невозможна сама томатистерапия в классической ее версии. Есть очень много томатистов сейчас, где голос мамы не используют, где технически невозможно записать этот голос мамы таким образом, чтобы он показал внутриутробное звучание. И это будет плагиат, конечно, это будет там коммерческий, да, тип томатиста. И его очень много, потому что он дешевый, он стоит очень дешево, его можно приобрести там за копейки, да, то есть на него не нужно долго учиться. И распространение его, конечно, гораздо быстрее идет, масштабнее по миру, да. Соответственно, эффект там какой-то плацебо есть, но больше в мире из-за этого кривотоков о том, что томатист разный, да. Так вот, если вы ищете томатист, всегда идите в бельгийский томатист. Либо в Бельгию езжайте, я всегда говорю. То есть если вы считаете там, что вы хотите именно первый источник, езжайте в Бельгию, то есть поездите, полетайте, посмотрите, да, чтобы у вас прям до очи вы убедились, что такое апельгийский томатист, да. И посмотрите томатист, который там под другим соусом преподносит там, как солистену, токсапу, что-то, что-то еще. Всегда познайте все в сравнении, да. Ну, к сожалению, уровень развития осознанности наших родителей, он еще не на таком высоком уровне, к сожалению. Потому что я работаю с родителями уже 12 лет, и до этого у меня была практика работать с родителями. У вас это ежедневно, у меня это ежедневно. И родители почему-то хотят быстро, желательно бесплатно, и желательно, чтобы все вот сразу. Да, к сожалению, это большая проблема. У вас, у нас, у всех, кто работает в сфере образования, в сфере коррекции, особенной коррекции, да, в сфере работы с родителями, с семьями. Это вообще бич, я считаю, нашего ментала, да. То есть наш менталитет, он такой, с одной стороны, у нас все про косы и про сёс, да, а с другой стороны, нам подавай красную таблетку, которая здесь и сейчас, да. И родители будут лучше по бабкам ходить, и там снимать всякие там кузы, да, чем заниматься вот тем, что, да, требуют и времени, и денег, да, и их изменение, их парадигмы, и мышление, и поведение, да. И в погоне за этими красными таблетками они теряют самое ценное, что есть. Это время. А время неумолимо движется вперёд. И такое понятие феноменальное, как пластичность мозга, которое уже давным-давно доказали, да, нейроучёные, оно, к сожалению, с годами, особенно после 7 лет, имеет тенденцию убывать. Пластичность до 3 лет 100% составляет, до 5,50, до 7,30. Затем эти 30% в интервале до 25 лет, они ещё как-то не стагнируются, а развиваются, а потом происходит небольшая стагнация. 25 лет – это пик развития лобных долей головного мозга, когда мозг укомплектован полностью. До 25 лет почему на Западе не женятся, не выходят замуж, и они очень правильно делают? Потому что всё, что до 25, это только на лимбической части мозга, на эмоциях. То есть там нету вот префронтальной части мозга, которая дорастает ещё, она покрывается миелином. А миелин – это связующее звено между нейронами, между полушариями, чтобы как изолента, которая провода защищает, то есть чтобы там не было голых проводов. Голые оголённые провода – это безрассудные, неадекватные действия. Почему так много разводов в Казахстане? Второе почётное место по разводам. Потому что если посмотреть на эти браки, они все были совершены до 25 лет. А на Западе чётко доказано, что вот 25, и только потом молодые люди имеют право даже снять в аренду автомобиль. А до этого они такого права не имеют. И здесь очень много смысла. И вот 25 лет – это тот период, когда мозг уже потихоньку начинает работать на убыль. И если человек, у которого в детстве есть привычки танцевать, заниматься музыкой, заниматься спортом, а всё идёт из детства, как оно у тебя в паттернах простроено, и если у него эти привычки есть, он их обязательно пронесёт и сохранит. А если у него ничего нет, то ему и дать мозгу нечего, и мозг начинает медленно угасать. И почему сейчас идёт тенденция на ранние склерозы, на ранние деменции, на проблемы с памятью? Сейчас каждый второй себя диагностирует из ДВГ, потому что, во-первых, мы все живём в виртуальных пространствах гораздо больше, чем в социальном окружении. Мы, когда приходя куда-то на то и на что-то семейное, мы все сидим, и нас больше волнует, какую мы инстаграм-картинку сделаем, или кого мы поскролим, так называемый дум-скроллинг, гораздо больше, чем то, что мы можем друг другу наедине сказать и посмотреть в глаза. То есть мы теряем функции общения, которые заложены в лобных долях, и мы постоянно активируем функции, которые находятся в теменной части головы. Это треки, это стереотипы, это алгоритмы, это не что иное, как деградация. Очень страшно, да, на самом деле. С одной стороны, понимаешь, что сегодня ребёнок не успел родиться, он уже в 2D. Да. Он уже сидит в 2D, да. И как я помню с ваших лекций, ну, можно я буду переводчиком для наших родителей, по-простому, по-народному. Я всегда на всех собраниях рассказываю о том, что музыка стимулирует мозг через слуховые молоточки, да. И слуховой молоточек, он выполняет функцию стимулятора, да, мозга. То есть мы не можем так взять и мозг накачать. Барабан, молоточек, стремечка. Вот. Идёт мощная стимуляция мозга от звука. И при этом, когда ребёнок должен попасть в звук, сделать определённое движение, па там, да, или хлопок там. И в этот момент ещё у нас, по нашей методике дети же ещё и поют, у него происходит такая сложная работа мозга на самом деле. 90 минут занятий ребёнок занимается, и он с первой минуты, вот как зашёл в зал, у него идёт мощная работа мозга. То есть это заходит, он сразу социализируется, он всё-всё-всё принимает, да. Вокруг оценивает, то есть у него идёт анализ, оценка, да. У него идёт ситуация, потом себя в этой ситуации, потом в коллективе. Музыка начинает включаться, ритмы, темпы меняются, песни меняются, нужно петь эти песенки, наизусть учить слова. И ребёнок начинает попадать, да. Идёт мощная стимуляция мозга. В этот момент у ребёнка чётко вытачивается, да, речь. Вот ему 3 годика, 4 годика, он приходит, например, шепеляет, картавит, ну ещё такой детский у него говор, лепит, да. И он начинает учить слова, песенки, он начинает пропевать громко. Представляете, вот 90 минут он танцует, поёт, хлопает в ладоши, потом садится, делает игровую гимнастику. И всё это в группе таких же малышей, как он. Здорово! Это просто вообще уникальная методика. Вот вы её до такой степени доапгрейдили, да, когда самые важные базовые настройки, которые составляют естество человека, да, человек зачем в эту жизнь приходит? Ничто так не даёт нашему телу состояние удовольствия, как пение и движение под музыку. Движение под музыку. Ни баскетбол, ни волейбол, ни хоккей, как бы я их ни уважала как виды спорта, не дают тот драйв и то духовное развитие в эту незамкнутую рефлекторную дугу. Рефлекторная дуга замкнута у животных. Попить, поспать, поесть, продолжить потомство. Это замкнутость рефлекторной дуги. У человека она открыта. Туда, где мы можем вложить квадрат Малевича, туда, где мы можем вложить все произведения Вивальди, Моцарта, Баха. Высокое искусство, балет. То есть именно танцы – это высокое искусство. Это не баскетбол, сори. Именно танцы стимулируют одновременно и слух, и речь, и пространственное мышление, и аналитику, и социальные эмпатические навыки коммуникации, и работу проприоцептивного состояния. Проприоцепция – это вообще всё. Когда мы чувствуем себя как части тела в пространстве, у нас двигаются, здесь всё, здесь управление любым видом транспорта, здесь твоё в целом, да, то есть поведение в очень сложных ситуациях, таких как там ЧП какие-то или там землетрясение, когда ты не теряешься, а совершаешь слаженные действия, это немедленный сериальный ответ, который мозг автоматически выстраивает путём постоянного, поступательного, дисциплинированного подхода в танцах. То есть у него система GPS работает с секундой. Система GPS того, кто просто гиподинамия – это система в торможении. Он может просто зайти в состояние фризинга и не знать, что делать. А тот человек, который танцор, вы же знаете, какая у них реакция? У них молниеносная. Очень хорошо знаю. Что тут говорить? Вот человек, у которого молниеносная просто реакция на всё, да, то есть это когда вижу, слышу, знаю, все органы, рецепторы работают на 100 из 100. Ну, это танцы. На самом деле, да, критичность очень работает, критическое мышление, вы все кризис-менеджеры, танцоры – это кризис-менеджеры, мне кажется, да? На самом деле, у тебя только доли секунды, чтобы проанализировать какую-то ситуацию. А закон-то мать согласит, сначала слух, потом речь. Какой слух такая речь? Всё, проблемы глухонемых. Они сначала глухие, потом немые. Они не говорят не потому, что они не могут говорить, а потому, что они не слышат, как и что говорить. И всё-таки, возвращаясь к голосу мамы, да, хотелось бы здесь уточнить. Когда я проходила там атерапию, у вас вы пригласили мою маму. И мне было всё интересно, как же это будет потом происходить. В наушниках, да, звучать. И я думаю, какая-то сказка там детская была. На самом деле, это было неважно. Важны были вот именно вибрации голоса, да? И когда я пришла там через несколько дней и взяла наушники, говорю, сегодня начнём слушать голос мамы. Я слушаю, значит, в наушниках. Такое ощущение было, как будто далеко где-то голос. Я в тот же день уснула, причём раньше там, до этого там мы слушали Моцарта, звуки там природы, дельфинов, григорианских хор. Я так не спала, как я просто вырубилась на голосе мамы. И очень интересно, было такое звучание, как будто ты где-то в воде находишься. Да? Да. И почему такой звук? Ну, потому что, когда вы были в внутриутробном периоде, вы что делали в животике? Плавала. Вы плавали, да. Было тесно и было темно. Это было неизменно, да? Была одна и та же пиаж-среда. Но что постоянно менялось? Постоянно менялись ритмы, вибрации, голоса мамы. И смысл санического рождения заключается в том, что мы в пассивной фазе должны регрессировать вас в эту утробу и поместить снова как бы туда. И когда вы слышали вот то состояние как будто далеко, это вот именно так слышал тогда ваш слух, ваше ухо, когда вы были там 9 месяцев у мамы в животике. И состояние то, что вы как будто плавали, то есть вы, получается, находились вот то, что и имеет целью терапия повернуть вашу психику, вашу подкорбку, да? А это подсознание, бессознательная часть, состояние вот этого анамнеза внутриутробного развития. То есть вы оказались там и было ощущение, что вы действительно плаваете. То есть попадание в десятку произошло. И то, что вы слышали, это вот именно так оно и происходит. Это путем экспериментов, да, там Ати за это получил очень много премий. Он сказал, что вот, все там начиналось, все там должно и решаться. Да. На самом деле отношения с мамой очень сильно изменились. Отношения... Я помню. Очень сильно. Все стадии. Были большие претензии к маме. Почему-то к папе не было никогда таких претензий, да. Были очень большие претензии к маме. И небольшой такой секрет, может быть, расскажу. Диагностика моего мозга показала, что на четвертом месяце беременности мама хотела от меня избавиться. И эту историю я знаю, потому что мама всегда говорила, где же тот врач, который меня отправил с кресла, а я хотела бы ее поблагодарить. Я бы ее сейчас так отблагодарила, что она меня отправила. Ну, я понимаю, конечно, свою маму, потому что у нее был первый ребенок, да. У нас с братом ровно два года разница. Представляете, то есть там маленький годовалый ребенок, и тут беременность как бы там вторая, да. И раньше же в Советском Союзе женщины очень много страдали, да. И там очень тяжело было. Женщины были беззащитные. И они жили в состоянии и женщина, и мужик сразу два в одном. Да, при всем при том, что всегда был рядом муж. Я не понимала, откуда у меня такие претензии к маме все время, да. То есть почему-то я все время их выражала непонятно как. Я уже, будучи осознанным взрослым человеком, я понимала, что я неправильно делала. Но это бы бессознательно было, бессознательно. Умом вы знали, что это неправильно. Но под коркой вы делали те вещи, которые вот, те файлы, о которых я говорила, они были бракованные. И это же софтвэя. Софтвэя, оно хатвэя все равно перекручивает. И если, допустим, мы откроем компьютер, он начинает глючить, да. То какая бы там система Windows ни была, а у тебя там вирус, да, ну ты не сможешь пользоваться документом, да. Но самое удивительное, я никогда не знала срок. То есть я не знала, на каком сроке у мамы было такое решение. И когда вы на диагностике сказали, когда это, мозг четко показал, на какой, на каком. Да, волны не врут в возрасте, в возрасте, в моем возрасте внутриутробном, да. Да, в натальном, да. И когда я пришла к маме, я говорю, мам, а вот скажи мне, пожалуйста, на каком сроке это было? Потому что я вот поняла, поняла, что я никогда не спрашивала об этом. И когда она мне сказала, ну где-то четвертый месяц, а диагностика показала где-то 16 недель, у меня просто здесь дар ричи, просто я потеряла на тот момент, я ей говорю, а как так-то? И вот после сонического перерождения моего, да, после голоса мамы, у меня очень смягчились отношения с мамой. Отпустила. Отпустила, да. При всем при том, что я очень сильно заботилась о своей маме всегда, и сейчас забочусь, и продолжаю заботиться. И потому что это мама, я понимала, да, и, ну вот, бессознательно я мне все время, вот. Я понимаю, о чем вы, до мурашек. И поэтому я вот даже сейчас, глядя на свою маму, я понимаю, как ей было тяжело и так далее, да. Но вот все равно где-то у нас вот эти претензии все равно остаются. Я очень рекомендую даже взрослым людям сходить к вам на диагностику и посмотреть, покопаться в своих мозгах, что же там не так. Я, будучи мамой, тоже для своего ребенка записывала голос свой. Атюшка и Мадешка, да, слышали. После санического перерождения моих детей они в тот же день подрались. В тот же день подрались. Вот так радовались, да. Они подрались со старшиками, со старшими ребятами. С фингалами, помните? С двумя фингалами, да. И мне звонит помощница и говорит, ай, на кулерке, но они подрались, извините, я не досмотрела. Я говорю, ес, ура. Скидывают мне фотографии, они сидят вот с такими двумя бланшами. И в руках у них игрушка, там, за 50 тенье. Они отвоевали. Отвоевали, да. Потому что были сложные роды. Вернулся стержень. Стержень вернулся. Были сложные роды, был сложный период. Сейчас какие орлы, да? Какие орлы? Горожусь. Я бесконечно вас благодарю, Светлана. Потому что это реально, вы знаете, я даже не представляю сейчас, если бы мы вот в тот момент не щелкнуло бы это тогда, да. Я не знаю, как бы сейчас это было. Это было бы, я понимаю, что это был бы очень сложный путь. Он был бы, но просто он был бы дольше. Смотрите, томатис – это инструмент, да. Как родители дальше этим инструментом воспользуются? Это ответственность родителя. Вот вы взяли все, что можно было. Потому что вы все, что нужно было, выполняли. Но ведь масса родителей, которые, как мы говорили, ищут красную таблетку. Они приходят, проходят курс или два, а томатис – это длительная терапия. Восемь. Восемь курсов. Да, и их не хватает на три, четыре, пять, шесть. Они уходят, и кто-то приходит потом, потому что бьет. И бьет уже по спирали сильнее, кратно. А кто-то не приходит, и потом уже все. Мы не можем взять и навязать, и заставить, потому что это ответственность только родителям. Я слышала о том, что такую истину, что родители наших родителей пришли сюда реально выживать. Вот выжить и дать потомство. Их потомство, то есть наши родители, наши бабушки реально выживали. Они выживали. Просто реально физически выживали. Они дали потомство. То есть моей прабабушке из 13 детей только двое осталось в живых. Это моя бабушка родная и ее братишка. То есть они пришли реально выживать физически и дать потомство. И чтобы это потомство выжило хоть в каком-то количестве. Бабушка, бабушка моя тоже в поствоенное время, они вот жили. Тоже выживали физически, уже старались дать образование своим детям, то есть нашим родителям. Наши родители уже образование получали, учились, тоже выживали. Та же перестройка, например, но уже образованные. И мне было интересно, мы-то как пришли, зачем мы пришли, наше поколение. То есть дети своих родителей. Мы пришли с миссией защищать своих детей. Мы уже не выживали так, как наши родители. Были, конечно, свои моменты сложные, но мы уже в такое время жили, когда уже ни война, ни голод, ни холод и так далее. То есть уже было, что носить, было, что есть. Пусть и там скромно, но было. Мы пришли защищать своих детей, и мы защищаем до сих пор своих детей от химического питания, от дурного негативного воздействия. От буллинга. Да, это буллинга, абьюзер. От кибербуллинга. От прививок. Да, и я вот к чему веду, это, конечно, те же прививки, о которых хотелось бы сегодня поговорить, так вот развернуто, развернуто, потому что мы с вами две такие мамы, ровесницы почти, и мы осознали, вот вы таким сложным путем, да, и я тоже сделал свои выводы, мы пришли своих детей защищать. А вот наши дети, они пришли уже строить новый мир, и они так похожи, да, они нематериальные, совершенно не цепляются ни за что. Меня еще удивляет мой старший сын, он вообще, говорит, вообще не заморачивается, там, одежда, что-то еще, и у него вообще, он вообще не заморачивается, что, ну, отложить что-то на завтра, там, и так далее. Вообще, я говорю, ну, сынок, ну, ты же мужчина, ты будешь завтра кормить семью, ты же, ну, как бы, где же, остов, да, там, семейство. Он такой, мама, не переживай, у меня все будет, у меня, говорит, уже все есть, понимаете? Он говорит, у меня уже все есть. Когда достаточно, тебе достаточно. Они живут уже в этом состоянии, что уже все есть. Я учусь у них этому, учусь очень много. И вот, возвращаясь к прививкам, да, вот мы с вами пережили вот этот момент, когда мы еще получали нормальный, возможно, да, то есть не могу тоже утверждать до конца, может где-то там у нас срабатывать. Сейчас наш, наш мезграф нас тапками закидает. Но мы это скажем. Мы это скажем, потому что я та мама, которая не видела своего третьего ребенка абсолютно, вообще, потому что на двух старших детях я очень... Увидели последствия. Да, я очень сильно уже была напугана со вторым ребенком. Первая дочь у меня получила такую реакцию, у нее была аллергия. Мы никто не аллергичный, ни у нее отец, ни я. Мы не аллергичны совершенно, у нас нет вообще понятия аллергии, мы не знали вообще, что такое аллергия. У нее начинались вот эти астматические приступы. Да. Началось это где-то с 10 месяцев, как только ее от груди отняла. А вот со вторым ребенком тоже у нас начались аллергические моменты. Ну, это было просто на пыль, на дыню, да. Это невозможно. Как на дыню мы всю жизнь эту дыню едим? То есть, получается, его организм срабатывал на какие-то такие раздражители. Он в 9 месяцев начал разговаривать. То есть, у него первое слово было «ата». Было «ата», «щай», «дай», «мам», «опа». То есть, он начал уже разговаривать к 11 месяцам, он уже очень хорошо разговаривал, и мы получили какую-то ****** в 11-10. Да. Кстати, это ******. Я очень спорила с педиатром, и будучи молодой, неопытной мамой, попала под ее влияние. То есть, она меня запугала. Классика жанра. Да, запугала. Классик. Да. Классическое запугивание молодых мам. Я согласилась. У нас пропала речь. Он перестал разговаривать вообще. И до трех с половиной лет ребенок не разговаривал. Я была в панике. У меня была паника, потому что я поняла, что ребенок был прекрасно развит. Он разговаривал, он уже бегал там практически на ходунках, он бегал по всей квартире. Тут он перестал бегать, перестал вообще разговаривать. У него был такой ******. Точно не поняла, что это. Еще тогда не поняла, не сделала такой вывод. Но я поняла, что что-то не то произошло с ребенком. А еще он в этот момент испугался сильно. Он там упал, испугался. Я связывала с этим, с испугом. В итоге, когда уже подошла там следующая ******, я напряглась. Вот то, о чем мы говорим, интуиция матери, да. Но мы же вечно заняты. У нас же мозг вечно занят, да. Мы не можем сосредоточиться, спросить себя, да. И тут у меня начала, я начала бить тревогу. Я уже педиатру сказала, мы отказываемся. И вот где-то после года с лишним, мы уже после года... Вы спасли просто своего мальчика. Да. Вы тогда спасли ваши мощные интуиции. Слава Богу. Мы заговорили, правда, в три с половиной года. Ну, заговорили. То есть вы чудом прошли мимо аутичности. Да. Хотя все специалисты на тот момент говорили, у него все хорошо, у него все прекрасно. Они же с Анжаром почти ровесники. И вот все было хорошо, все прекрасно у них. И когда родился маленький, младший, мы лежали в роддоме, это был 2008 год. Я сразу сказала, я отказываюсь от всех ****** врачу, акуширу гинекологу. Я сразу сказала, говорю, у меня была плановая кесарева. И я понимала, что я буду в отключке там какое-то время. И я сказала сразу, я подписываю все документы. У нас лежало пять мамочек где-то примерно. Пять мамочек, по-моему, лежали в платном отделении. И через недели две-три мне звонит одна из мам и говорит, Айнабуль, а как твой ребенок? Как твой ребенок? Я говорю, все прекрасно, спит. Сосет, спит. Все нормально, очень спокойно. Они мне вообще практически не плакали, мои дети. Она говорит, ты знаешь, мы все, кто лежали, а я их предупреждала. Я говорю, девочки, не делайте ******. Они все сделали в роддоме, там, все это, весь букет джеки, все букет. И она говорит, у нас воспалились лимфоузлы под мышкой у детей, у всех. То есть она обзванивала всех мам, и они разговаривали. А я говорю, ну, вообще абсолютно. Она говорит, а ты делал ******? Я говорю, я не делала ******. И вас предупреждала. И она расплакалась, она говорит, как жалко, что мы сделали ******. И они поехали в Новосибирск удалять лимфоузлы под ножками детям. Такое творится каждый божий день. В день по нескольку раз я вижу этих детей потом там через 5, через 3-4 года, в лучшем случае, когда они сидят с классическим аутизмом. И все, кто говорят, что не доказано, я в лицо буду смотреть и говорить, в рёте, доказано, доказано влияние на ослабленный иммунитет, на сложную беременность, при которой противопоказано бывает, пока ребёнок не достигнет возраста безопасного для развития его мозга, это 3 года. Потом можно поставить, если они очищены, если они сертифицированы, они вот то непонятно что, которое под дулом, страхом каких-то там болезней, вот добровольно-принудительно заставляет мам старить. Я сотрудничала и работала с великим учёным нашего времени, американкой Мэри Койл, её центр, Real Child Центр в Нью-Йорке, на Манхэттен, известен во всём мире. Она что делает? Она убирает последствия через гомотоксикологию, гомеопатические препараты. Мы тоже это проходили с сыном. И именно она убирает последствия. И я у неё получила в дар две книги, там прямо написано вот, что делает с нашим в стрессе пройденным беременность организмом для ребёнка. А сейчас редко можно найти женщину, которая ходит беременность не в стрессе. Редко. Сейчас, начиная от воздуха, выхлопных газов, пищи, всех пестицидов, пищи во фруктах и так далее, всей бытовой химии, то есть гаджетах, которых она 24 на 7, токсичности общества, токсичности новостей, СМИ, в целом всего того, что окружает нас и быстрота вообще всего, что в жизни происходит, да. Сейчас скорость жизни оборотами увеличилась кратно в 10 раз, чем в 90-е годы. То есть событийность, ряд событийный, он 10 раз хлеще. Тоже доказано уже, что время сократилось. Да, и беременность, она сейчас не просто типа, ну, это состояние, нет, это очень стрессовое состояние для женщины. И когда ребёнок приходит в этот мир и ему дают бах одну, бах другую, да, и его очень уязвимая нервная система просто не выдерживает, и симптомы полностью совпадают с симптомами отравления ртучью, а симптомы отравления ртучью, ртутью и татимиросол, вещество, которое составляет ртучь, полностью совпадают с симптомами аутизма. Вот ответ на вопрос. А мэри выводит эти токсины, эту самую ртуть, эти тяжёлые металлы через специальные препараты, заставляя организм ребёнка хорошо выводить через кал, через мочу, через кал, через мочу, через пот. Потому что у таких детей постоянные запоры, у них постоянно постоянные бронхи, потому что включаются вторичные пути вывода токсинов, первичные уже не работают, кал, моча не работают, почки не работают, печень села, всё, желчный отток нарушен, и печень, как гепатопротектор, да, который должен чистить от всех токсинов кровь, не справляется, и токсины идут в мозг, и начинаются 33 несчастья. Поэтому вот Мари Койл, она всему миру говорит о том, что нет, и там есть движение, называется, дефит аутизм, канал, где врачи, педиатры, которые сами столкнулись с проблемами их детей с аутизмом, они прям целое комьюнити создали огромное мировое, где общенаучно доказано, что провоцируют особенности в развитии. Кому выгодно, чтобы вот такие кристальные дети сегодня были аутистами, да. Вот хочется сейчас поговорить о том, что двигательные, да, двигательные такие процессы в организме, как, опять же, хореография, спорт, плавание, да, очень мощно прокачивают и мозг, и, опять же, идёт чистка от шлака. Лимфатическая система, вегетативная нервная система, парасимпатика-симпатика. Когда вы вытягиваете своё, там, я не знаю, да, ну, бедро вот так вот, да, делаете там всякое плесе, там, я не знаю, все вот эти... Лие. Да, хорошо, делаете... И пусть будет плесе. Лие, батмантадью, да, я не знаю, что, да. Ну, хореография – это ведь очень мощное, да, микро-микромышечное и макромышечное движение тела, да, где ты не только под музыку, а ты должен синхронно, в такт и делать такие микро-микродвижения, да, где волокна, они делают каскад просто невообразимых для мозга реакций, как всё сложно, и как швейцарские часы, да, вот механизм работает таким образом, что выделяется группа гормонов, а мы – это гормональные существа, то есть, когда нам плохо, у нас, значит, гормоны шалят прежде всего, да, гормон счастья, гормон серотонин, эндорфин, да, дофамин, гормон достижения целей, когда у тебя изначально гормоны хорошие, и ты, когда достигаешь всё этого, то есть, у тебя всегда идёт энергобаланс гормональный, и все наши проблемы так, если смотреть, эндокринологи скажут «да», тысяча раз, что всё начинается с эндокринологии. В этом плане, вот когда гормоны мы говорим, да, как взять под управление свою гормональную систему, это действительно делать очень сложные вещи с очень классным творческим началом, да, а это всему ответ танцы. Но, опять-таки, когда мы говорим «танцы», это не нижний брейк, это не сабкалча, да, это не субкультурные танцы, не вагень-вагень. Да, стадности подростковой и её возрасту свойственно уходить в такие субкультурные нижние вибрации, да, но, опять-таки, если мы возьмём и посмотрим даже тело, психику, да, на диагностике сравним мозги подростка, который занимается брейком и того, который занимается танцами народов мира, это совершенно вот так, up, down and up, то есть это вот такой уровень между психическим и ментальным IQ-IQ level, да. Да, действительно, тот, который занимается танцами народов мира, у которого в эту рефлекторную тугу вкручивается с каждым новым танцем история страны, культура страны, синхронность движений, да, микропластика, макродвижения, то есть это мелкая моторика, большая моторика, это физиогномика, это подача, это контекстуальное проживание образа, там воспитание культурное, да, настолько идёт мощное, что, ну, просто, если ты зайдёшь в музей и, допустим, посмотришь это, либо ты в этом проиграешь всё контекстуально через двигательные мелодии, да, это, я не знаю, каждый новый танец, так как ты просто погрузился в историю этого народа, вот этой страны, и ты прошёл через всю эту ветку развития, да, то есть это мощный апгрейд, мощный апгрейд твоей нервной, психической, вегетативной системы, да, и здесь гормоны всегда будут идти не просто, там, гормоны удовольствия, а причём быстрого удовольствия, там, или быстрый дофамин, да, там, быстренько съел конфетку, у тебя, там, прилив инсулина, да, глюкоза поскочила, там, тебе кайфушно на 5 минут, да, или там, сделать этот вагинг-вагинг, там, ну, тело твоё там как-то, да, тебе там все похлопали, да, ну и всё, а когда ты вышел, и у тебя такой драйв, да, высокий, высококультурные вибрации, да, от того, что ты прикоснулся к чему-то величественному, да, к чему-то вековому, который имеет огромные корни и идёт глубокими кронами дальше в развитие, это вот быть причастной к чему-то такому, да, глобальному, масштабному. У тебя, соответственно, лобные доли начинают работать, а не теменная кора, которая подсажена на какие-то тренды и субкультуры. У тебя начинают работать третичные клетки, у нас есть первичные, вторичные, третичные. Третичные, они резонируют, когда ты провысокая. Это когда музыка выше альта, да, это когда не Моргенштейн, это когда Моцарт, да, это когда Вивальди, да, это когда, я не знаю, оперные певцы, там, Плацидо Доминго, да, там, я не знаю, ну, это сложная музыка, это сложные книги, это сложные танцы, это непримитивщина. Можно ли сказать, что сегодня просто необходимо родителям развивать ребенка творчески и самим? Ну, уже доказано давно, что эмоциональный интеллект рулит. Эмоциональный интеллект – это не твердые знания, умения, навыки, да, которые являются, безусловно, базой, и хорошая школа сейчас роскошь, да, то есть у нас большой кризис в системе образования школьного, дошкольного, высшего образования, поэтому все родители, которые имеют маломальские средства, они пытаются своих детей отправить за рубеж, да, правильно ли это? Да нет, конечно, неправильно, то есть мы тем самым, ну, еще больше отягощаем нездоровые, да, мозги нации, да, и брейн-дрейн происходит, лучшие мозги, они остаются за рубежом, к сожалению, то есть люди, которые получают образование за рубежом, они потом не хотят возвращаться, даже свою, там, как бы, да, мы теряем кадры, и если мы говорим конкретно, да, про развитие эмоционального интеллекта, она, безусловно, не знаю, тысячи процентов из тысячи, она, безусловно, безапелляционно, беспрекословно важна. Польза, творчество в форме танцев не делает ничто вот так мощно, да, стимуляцию межполушарной связи, как это делают танцы, именно в том аспекте, что задействована вся кора головного полушария, и подкорка задействована, и древний мозг, мозжечок, лимбическая система, вестибулярный аппарат, все задействовано, допустим, в хоккее там задействованы вся система, но не задействованы третичные поля, там нету творчества, там нету высоких субстанций, да, а в танцах, особенно в танцах народов мира, там задействована культура высоких вибраций, я называю это так. Да, эволюция народа, история, самая древняя история, да, откуда начинается любая история. Ваши постановки, я помню, как мы там все плакали на постановке вот легенды казахской степи, это же просто у всех людей мурашки по коже шли, это же просто вот как вы эту историю развития, да, эволюции казахской нации, да, как она проявлялась от всех вот этих, как это все, священно, сакрально, да, боже, это просто вообще. Спасибо большое, спасибо. Я очень рада, что на конце приходите, смотрите наши танцы, ду легенды. Я фанат. Мне еще нравится, знаете, когда мы родителям на собрании рассказывали о том, что очень важно потеть, да, вот очень важно потеть. Гормоны. Да, гормон, базопресин. Каскад, да. Сначала у нас ацетилхолин, мышца сокращается, саркомера, да, она выделяет гормон ацетилхолина, ацетилхолин, предвестник, да, базопресина, то есть когда мышца сокращается, если очень сильно, да, у нас становится гамма-состояние, гамма-это когда сильное-сильное напряжение, потом резкий сброс, то, что вы делаете в своих различных связках, стяжках, там, да, растяжках, да, и достигается гамма-волновое состояние, такое легкости, и ребенок уходит в сублимацию, а Фрейд был прав, либо сублимация, либо невроз, да, ребенок сублимирует в танце, все его естество, оно дает вот этот вот, да, толчок к его развитию третичных полей, да, и базопресин, он очень мощно, это предвестник дофамина, предвестник серотонина, то есть целый правильный каскадный ряд гормонов происходит, и побочным, поводрительным эффектом, все, что касается правильной лимфатической работы системы, да, сердечно-судистая система очень хорошо работает, капляры, да, работают хорошо, вены, отток венозной крови, которая уже отработана из кругового, малого круга кровообращения, хорошо отходит, и нет проблем с артериальным давлением, почки хорошо работают, да вообще, то есть это здоровье, танцы, это здоровье. Те, кто занимается хориографией, всегда молодо выглядят. Абсолютно, посмотрите на вас. Спасибо большое. Светлана, дорогая, наша любимая, легендарная, хочу вас объяснить. Легендарная, она подставляет меня краснеть. На самом деле, на самом деле, потому что вы делаете неимоверную, просто неимоверную миссию выполняете, благодаря которой очень много родителей приходит к осознанности. То, что сейчас и я, и вы транслируем везде нашим родителям осознанное родительство, осознанное родительство, может быть, и мы сами еще не до конца осознанные родители, потому что мы живем человеческие факторы, мы люди, но мы в пути. И самое главное, что мы это уже поняли, самое главное, что у нас забрало уже поднялось, как говорится, и мы уже начали видеть, кто есть кто, что есть что, да, и защищаем пришедших в этот мир детей. И сегодня хотелось бы услышать от вас пожелания нашим родителям. Хочу к каждому и ко всем вместе, и каждому отдельно родителю обратиться с такой поддерживающей фразой. Счастливый родитель равно здоровый счастливый ребенок. Да, мы пришли, чтобы защищать своих детей, но все начинается с нас. И если мы только уходим в родительство, забывая о своей реализации, это палка о двух концах, это игра в одни ворота. И наш ребенок будет бессознательно видеть модель неуспешного, нереализованного родителя, и потому несчастливого. И что бы мы ему не делали, какие бы ему соломинки не подкладывали, какие бы там условия не создавали комфорта, если мы сами не научились радоваться жизни, получать удовольствие, выражать себя, проявлять этому миру, то все будет бесполезно, то, что мы делаем со своими детьми. Говорят же, не надо воспитывать своих детей, они все равно идут к психологам. Поэтому у меня такой призыв, постарайтесь в своей жизни найти для себя то, что будет приносить вам колоссальное удовольствие. И это не про быстрый дефамин, про источники нажраться, наклюкаться, извиняюсь за французский, или что-то такое, которое приходит больше из разряда обсессивных, компульсивных расстройств. Кто-то может подсесть на виртуальные игры, очень часто такие родители сидят в гаджетах и играют, особенно молодое поколение, которые миллениалы, но они уже выходили замуж, поженились, родили детей, а сами сидят в гаджетах, режутся, в войнушки играют. И игроманы, допустим, это же тоже быстрое получение дофамина. Находите время для того, чтобы заниматься спортом, находите время для того, чтобы заниматься творчеством, находите время для того, чтобы идти и делать то, от чего в вашей душе хорошо. Тогда ребенок априори по дефолту будет встраивать в свою бессознательную систему, которая называется подкоркой, вот эти паттерны поведения, которые будут его вести завтра к лучшей, к счастливой, к наполненной жизни. Он будет дублировать модель поведения родителей. Танцуйте сами, занимайтесь спортом сами, пойте сами. Ребенок будет повторять. Читайте сами. Не сидите над ребенком, не стойте там с хлопушкой, читая, я тебе сказала, а сами берите книгу и читайте. Сначала для него, потом вместе с ним, потом он будет для вас читать. Ну, я присоединюсь тоже к вам с пожеланиями, к нашим родителям. Хотелось бы пожелать нашим родителям, чтобы они тщательно подходили в выборе педагогов к своим детям. Это да. Особенно тех, кто влияет на его ребенка, имеет такой, скажем, эффект третьего лица. Абсолютно. Да, авторитарность у ребенка, у него авторитарность родителей и, конечно же, педагоги. И я, конечно, очень горжусь сегодня, что у нас есть такая школа, как на МАТ, есть такой прекрасный центр «Кристалл», где мамы могут получить полную консультацию, отдохнуть вместе с ребенком, его вывести в норму и вообще просто получить коррекцию и получить профессиональную такую консультацию и диагностику мозга, которую делает Илла и Светлана. И я буду рада, если родители будут приводить своих детей в прекрасную нашу школу на МАТ, где ребенок получает безусловные отношения педагогов, безусловно, его не делят любимчик-нелюбимчик. Так здорово. Это очень здорово. Я потому что смотрю на своих старших выпускников, старших учеников. Они ведь живут в НАМАЗе. После школы приходят они каждый день в НАМАЗе. Это большая семья. Я видела это. Это непередаваемо вообще. То, что вы построили, какой вклад вообще. Вообще не просто на уровне Астаны. Очень хочется, чтобы вы были в каждом городе. Очень хочется. Ассортно. Да, чтобы не только астанчане имели такую шикарную, уникальную возможность прикоснуться к великому искусству через вас, ваш труд. И то, что именно ваши ученики вообще с легкостью поступают в Академию балета, да, это вообще, ну, то есть это о многом говорит, да? Спасибо большое. Мы очень любим наших детей. И все построено в НАМАЗе на любви. Да. На любви и к детям, и к искусству, и вообще к тому, что мы делаем. Потому что вы горите своим делом, вы любите свои дела. Это так и есть. У нас крутая команда. Я хочу пожелать вам... Так взаимно. Не уставать. Всегда будьте в ресурсе, в тонусе. Всегда будьте... Горите своим делом, своими смыслами, миссией. И в то же время кайфуйте. Кайфуйте от жизни, от результатов. Оставайтесь такой же прекрасной, красивой женщиной. Невероятной женщиной. С невероятной энергетикой. С невероятным опытом. И огромными знаниями. Огромными знаниями. За такой короткий период, да, люди там всю жизнь посвящают, там специализации по мозгу. Это много, 12 лет, я считаю. С вашей скоростью обработки информации и с вашим количеством действительных государственных дипломов. Я, конечно, преклоняюсь перед вашими знаниями, ваше терпение. Спасибо большое, что вы есть. Спасибо, что вы есть. Дорогие друзья, сегодня у нас была душевная, интеллектуальная и, скажем, высоко духовная беседа с нашей прекрасной гостью Светланой Тулуспаевой. Я безмерно благодарю судьбу за то, что такие люди встречаются на моем пути. И мы вместе плечо к плечу двигаемся дальше. Хочу пожелать вам, дорогие наши зрители, родители, чтобы вы осознанно подходили к тому, что ребенок приходит к вам на какое-то время. Он приходит, чтобы получить жизнь, чтобы получить от вас мудрость, духовность и, самое главное, любовь. Любите своих детей страстно, безусловно. И пусть ваша любовь к вашим детям окрыляет их, дает им силу, дает им энергию, ресурс и уверенность в будущем. Потому что любовь – это то, что дается нам свыше изначально. И не забывайте любить себя, особенно наши дорогие мамочки. Умейте отдыхать, успевайте заниматься собой. До новых встреч!